Брезент – это плотная парусина, применяемая в различных сферах. Он используется несколько веков, находит применение и сегодня. В настоящее время это негорючий материал, имеющий водоотталкивающие свойства и невосприимчивый к гниению. По этой причине производство брезента является перспективным видом предпринимательства. Спрос на брезент существует постоянно и проблем с клиентами не будет. Брезент используют для изготовления тентов и палаток, в качестве основы для одежды и спецодежды. Его производство можно совместить с выпуском готовых продуктов. Открытие предприятия связано с рисками из-за высокой конкуренции. Поэтому сначала нужно изучить рынок, отыскать нишу, определиться с поставщиками сырья. Сегодня часто используется синтетическое сырье, но лучшим сырьем является пенька, джут и хлопок. Сначала следует определиться с размещением производства. Потребуется участок с подъездными путями и коммуникациями, с несколькими зданиями за пределами города. Потребуется административный корпус, непосредственно производство и складские помещения. Землю можно приобрести или взять в аренду. Открытие производства потребует крупных инвестиций. В производстве брезента могут использоваться различные технологии. Наиболее дешевым из оборудования будет китайское, европейское обойдется дорого. Кроме станков для изготовления волокна, потребуются машины, наносящие на парусину специальный слой. Технологическая линия включает мотальную, сновальную, шлифтовальную, браковочную и раскладочную машины, ворочные котлы, мерильно-контрольные и проборочные станки, ткацкие навой и расходные материалы. Стоимость оборудования составит 100 тысяч долларов. Кроме этого, потребуется складское оборудование. Из готовой продукции можно производить пологи и тенты, спецодежду. Для ее реализации можно открыть магазин представительства. Подобное направление принесет дополнительный доход. Для привлечения клиентов потребуется организация рекламной кампании. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.